ЕГЭ этого года стал испытанием не только для выпускников школ, но и чиновников. Получив первые результаты, Рособорнадзор впервые за всю историю ЕГЭ снизил проходной балл для получения школьных аттестатов. Падает качество образования, слишком сложные тесты или банально не успели списать. В ситуации разбиралась Юлия Шишкина. Затистывайте ответы, что ответы тоже с этими и безусловно. ЕГЭ-2014 как курсы выживания для школьников в классах камеры слежения на входе металлоискателей и мгновенное удаление за шпаргалку. Первый экзамен был очень трудный, потому что это впервые. Очень большая нагрузка, потому что в этом году вели камеры и было как-то неловко, когда вся страна смотрит за тобой. Выпускник гимназии в юбилейном Глеб Шаров баллами ЕГЭ доволен. А вот чиновники от образования схватились за голову, увидев первые результаты. Так в Саратовской области средний балл по математике не выше 42 баллов, ни одного стобальника. В результате Рособорнадзор решает сделать то, что запрещал школьникам – подогнать решение под ответ. Были снижены пороги по русскому языку с 36 до 24, и были снижены пороговые значения по математике с 24 до 20. Было такое замешательство, но в конце концов мы, конечно, поняли, с чем это связано и для чего это было сделано. Это, конечно, основной акцент для того, чтобы дать возможность получить аттестат всем нашим детям, закончившим школу. Снижают порог баллов ЕГЭ впервые за всю историю этого экзамена в России. Но даже эту упавшую планку покорили не все. 501 школьник нашего региона завалил математику. Директор частного саратовского лицей, педагог с 45-летним стажем Галина Конычева считает, что впервые ЕГЭ показал реальный уровень российского школьного образования. Качество образования падает, оно падает, падает. Дети сейчас перегружены информацией. Если в том эпохе информация менялась раз в 10-15 лет, сейчас она меняется каждый день. Профессор СГУ, специалист методологии образования Галина Баринова изучает показатели ЕГЭ региона каждый год. Она считает, что экзамен в его нынешней форме рассчитан на избранных. Смотрите, что получается, что дети, которые психически поустойчивее, дети, которые занимались репетиторами, дети, которые в спецклассах или спецшколах учились, они достаточно легко сдали этот экзамен. Но процент этих детей очень низкий, всего 20-30%. Остальные-то дети, общая масса. Галина Баринова не против тестовой формы ЕГЭ, но она призывает убрать стрессовую составляющую сдачи и пересмотреть само содержание вопросов. Мол, все они рассчитаны на узкое знание предмета. Не учитывается личность ученика, его восприятие мира в целом. Любое явление жизни рассматривается с позиций математики, физики, литературы и так далее. Вот мы же никогда не получим с вами человека с широким кругозором, если мы не будем ориентироваться на эти метапредметные компетенции. Директор частного лицея тоже не против ЕГЭ, но она призывает пересмотреть подход к государственному школьному образованию и приводит пример своей школы, где ученики могут выбрать себе учителя, а не наоборот. Итог – результаты ЕГЭ в лицее выше среднеобластных. Сейчас, мне кажется, мы на пороге того, что школа должна вот эту классную урочную систему, для того, чтобы дать более высокое качество образования, школа должна стать более интересной. Под нынешний реальный результат ЕГЭ пришлось подстраиваться и российским вузам. По эффекту домино они тоже снижают вступительные баллы. Иначе им грозят пустые аудитории и напряженная социальная ситуация. Тем временем Рособорнадзор пытается добавить оценки школьных знаний объективности и независимости. Со следующего учебного года планируется ввести так называемое родительское оценивание. Будет создан открытый банк данных, где родители смогут лично высказать мнение об уровне знаний своих детей. Новшество призвано исключить те ситуации, когда в школе замалчивают плохую успеваемость учеников.